С каждым годом мы всё сильнее удивляемся, каким скотом без памяти считают рядовых россиян что в Кремле, что на федеральных каналах. Давайте простой пример новости прошлой недели. Взять те же антироссийские санкции или торговую войну с Китаем – всё это звенья одной цепи, тянущей мир в пропасть. В смысле? Что значит антироссийские санкции тянут мир в пропасть? Это же наоборот большая помощь России. Санкции парадоксальным образом играют положительную роль в развитии российской экономики. Над наоборот попросить у Запада больше санкций? От них же России только лучше. Мы об этом пять лет подряд каждую неделю слышали. Санкции, которые мы получили в ответ, в целом пошли стране на пользу. Санкции с санкцием у нас растёт товарооборот. Вот вам ещё одна новость прошлой недели, только теперь феерит уже Володин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник не исключил установление уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан Российской Федерации. Да ну! Вот так поворот! Сажать будут за призывы к санкциям, верно? Мы считаем, что необходимо за такие инициативы и действия, подчёркиваю, действия, наказывать, причём наказывать очень жёстко. А как же тополь санкций не боится и вот это вот всё? Сдулись, да? Решили таки в воздухе лапти из соломы на туфли Прада переобуть? Развод лохов! Но вы тогда хоть холопом на местах свежие методички потрудитесь выслать, что ли? А то придётся по новому закону верных болванчиков из Ордло привлекать. Обыд России показывает, что санкции при правильном подходе не вредят, а помогают развивать собственное производство и тянут экономику вверх. Видали либерасты и навольнёнка потенциального? Срочно в Луганск следаков с собаками и бутылкой побольше. В Кремле санкции путём в пропасть называют. Те же антироссийские санкции, тянущие мир в пропасть. А дедов пижмак им радуется. Не иначе как Россию уничтожить решил паразит. Спасибо санкциям животворящим. Вяжите, в общем, этого украагента. Осторожно, провокация. Взрада. Но кульбит в воздухе с санкциями – это же не единственная такая история. Помните эти пафосные речи про Крым и родную гавань? Крым вернулся в родную гавань. Мол, всё, такую витрину русского мира всем покажем, что закачаетесь. Крым просто преображается на глазах. Становится витриной сегодня, наверное, всей России. Главной звездой информационных разгонов про Крым в те годы была хорошо известная всем Няша. Ну, Няш-Мяш. Которая успевала и на бюсты мироточить, и колбасу из скрепных мест царя Николая доставать. Бюст Николая Второго, государя нашего, замироточил бюст. Да что? Да. И, конечно же, заливать перед камерами о счастливом будущем аннексированного полуострова. Очередной шаг к цели, поставленной всеми крымчанами, руководством Крыма – это стать процветающим субъектом Российской Федерации, стать примером, образцом. Но любые букетно-конфетные периоды рано или поздно подходят к концу, что в отношениях, что в пропаганде. Короче, братцы, витрина таки получилась. Крым становится своеобразной витриной сегодня, наверное, всей России. Только вот вымыть разводы грязи на этой витрине – нечем. А что такое у крымчан нет воды? Питьевой там мало. Питьевой там вообще нет. В смысле не осталось питьевой воды? Что это еще за бандеровская пропаганда? Как пить дать? Это не няша. Актриса за 30 гривен с киностудии Довженко. Она не очищается уже таким образом, как раньше когда-то. Сейчас пить эту воду абсолютно нельзя. Иначе придется поверить, что в так называемой родной гавани уже который год приходится смывать в унитазах из пластиковой бутылки. Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственные нужды. Помыть ребенка, помыть посуду, покупаться, смыть унитаз – этого тоже уже нет. А посуду мыть исключительно в перчатках. Ведь типа вода, которую дают в лучшем случае по несколько часов в день, вызывает целую пачку заболеваний. Вода из крана бежит ржавая, с неприятным запахом, она застойная. Она опасная. Люди заболевают разными кожными болячками и инфекционными кишечными расстройствами. Когда ровно об этом же, ровно пять лет назад предупреждали в Украине, местные бояре Аксенов и Константинов чуть не порвались от негодования. Мол, Россия богатая, водичку нам обеспечит, а канал от хохлов перекрывать надо. Они ж своей водой убивают крымчан. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Теперь эти же смешные сначала толкают пафосные речи в годовщину Переяславской Рады. Мы, конечно, переживаем за наш братский народ и надеемся и уверены в том, что рано или поздно все-таки историческая справедливость восторжествует. А потом сливают друг другу на руки перед едой. Причем у них-то хоть с едой проблем нет, чего не скажешь о местных фермерах, которые лишились всего. Страдает фермерское хозяйство. Поля поливать нечем, воды нет. Все высохло. Ничего выращивать невозможно. Хотя, что это мы? Тем из них, кто постарше, хлебушка вон духовно раздали. Волонтеры раздали жителям Перовского сельского поселения кусочки хлеба по 125 грамм. Еще раз. Это звезда русской весны говорит. И от этого у многих в России буквально мозг взрывается. Как же так? На федеральных каналах всем счастливых фермеров все эти годы показывали. Семейному бизнесу уже 15 лет. Обычно урожая хватало, чтобы заработать в курортный сезон и прокормить всю семью. Но с приходом России появились новые возможности развивать свое дело. Но что характерно, дальше поматюкаться на кухне недовольным крымчанам пока не выходит. За 6 лет в оккупации они, кажется, отлично поняли правила игры. Протест в России никогда не влияет на решение той или иной проблемы, а просто превращает людей во врагов народа. Это профессиональные предатели стран. Те, кто выходят вместе с ним, это либо идиоты, либо предатели, либо его сторонники-сектанты. Если русский человек чем-то недоволен, то обязательно на западные деньги. Соединенные Штаты непосредственно дают просто инструкцию по тому, как проводить этот митинг. Инструкцию дают, куда идти, что делать. А ежели никаких денег недовольный гражданин не получал, значит ему просто промыли мозги в интернете. Через интернет идет зомбилование. И вот это вот все, что мы сейчас видим, это вообще имеет признаки стопроцентные, это то летальной секты. Люди нездоровые наслушались всего этого бреда и двинулись с оружием на несогласованные акции. Такс, зовите уже ОМОН, пусть всех подряд, включая проплаченных госдепом снеговиков, лупит. В Архангельской области силовики подавили протесты снеговиков против Путина. Собственно, именно поэтому рядовому жителю Крыма куда лучше смывать унитаз из бутылки здоровой рукой, чем сломанной после протестов. Причем по телевизору этих протестов еще и не покажут. Мы, например, плакали от смеха, отсматривая свеженького Киселева. Объявленные незаконными акции собрали в разы меньше людей, чем неделю назад. У организаторов вышел, попросту говоря, пшик. Полный провал на Дальнем Востоке. Пусто в Благовещенске. Чудаки устроили включение из городов Сибири и Дальнего Востока, чтобы показать, как мало людей вышло поддержать Навального. Полное отсутствие интереса демонстрирует Сахалин. В Ассароду! В Анадыре из митингующих только местный пес. Полиция предупреждает и молодых хамбаровчан. Их немногим больше 50. Ну, тис! Какие кому доказательства еще нужны? И дело же вообще не в Навальном, а в методах пропаганды. Извините, а почему таких включений не было всего полгода назад? Вот мы, Хабаровск, весь вышли! Власти показать, что хватит нас грабить! Наслипайтесь, города! Наши боги, дай века! Что это там кричат десятки тысяч людей в Хабаровске? Лор? Вор? Все хор? Мы не можем расслышать. Может, у вас получится? Хор, день хор! Хор, день хор! Ровно это же звучало и в Находке. Не надо нам добавить власть. Они у нас аналоги за нашу жару. В доме, везде. Мы не знаем, что мы не знаем. В Владивостоке. Россия, Россия! Но ни одного включения тогда как-то не было. Ах, да, это плохо вписывается в методичку. Народ в едином порыве улыбается и машет. Давайте уже, врубайте Газманова. Сейчас всем правильный митинг покажу. Россия, Россия, в этом слове огромней сила. Да вот же, вот, наконец, непроплаченное шоу. Люди в одинаковой одежде просто сами собрались, сами придумали текст и сами спели. Думаю, с нас, привет! Владимир Владимирович, мы с вами! И что самое главное, никакого тебе ОМОНа за нарушение антиковидных правил. То ли дело хороводы на улицах. А нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время митингов. В рамках последнего уголовного дела в Москве у оппозиционеров прошли обыски. И вот в таких переобуваниях и двойных стандартах вся чудесная страна на букву «Р». Сегодня нужны санкции, а завтра за призыв к ним в тюрьму. Сегодня Крым витрина, а завтра доказываешь жене, что трипер от воды из крана. Хотя, наверное, чтобы информационная зараза не шла дальше, такие витрины, как в Крыму, даже нужны. Жаль только, что цена этому – сломанные жизни тысяч людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова